МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Конфетки, бараночки и не только. Второй день в Цивильском районе работает знаменитая Тихвинская ярмарка. Детям качели, взрослым парковки. В Чебоксарах продолжают благоустраивать дворы. Испытания позади. Как школьники Чуваши сдали единый госэкзамен. Плохая погода не помешала празднику. Второй день в Цивильском районе работает ярмарка. Уже несколько столетий она не меняет своего местоположения, но слегка подверглись изменениям традиции. В этом году специально к ярмарке приурочили и районной Акатой. Сегодня в Цивильске побывал глава Чуваши. На Цивильской ярмарке можно не только посмотреть, но и приобрести эксклюзивные подделки местных мастеров, разнообразную домашнюю утварь, скот. Все время работы ярмарки работает выставка продажи изделий народных умельцев. Много народу показывают свои достижения, все довольны. Я приехала на родину из Белгородской области. И специально приехали с сестрами на ярмарку. И это мне напоминает мое детство. Карусели, глиняные фистульки и остальные изделия народных мастеров, матрешки. Очень мне напоминает. И в мое детство я очень довольна. В Цивильском районе стараются сохранить историю. Традиционные для Чуваши предметы быта и труда разместились в этнографической деревне. Ложку, ложку сюда давай. Тут же можно угоститься национальными блюдами. Как всегда на ярмарке много развлечений и для детей. Ярмарки в прошлом были одним из важнейших событий в общественной жизни. Люди могли обмениваться новостями из отдаленных регионов. Приезжали купцы и музыканты. Таким образом, ярмарка была еще и развлекательным центром для людей. Совместили в этом году Тихвинскую ярмарку и Акатуй, которая отмечается в районе 80-й раз. На праздники отметили лучших из лучших цивилян. Также были вручены государственные молодежные премии по итогам 2013 года и сертификат участникам ведомственной целевой программы поддержка начинающих фермеров. Силантьева, Цивильского района. В 2014 году Тихвинская ярмарка на этой площади проходит в последний раз. В ближайшее время в Цивильске достроят дорогу и дамбу. Место выберут новое. Однако традиция проводить ярмарку сохранится. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Традиционно эту ярмарку называют Тихвинской. Историки предполагают, что она даже старше знаменитой Нижегородской. Уже не одну сотню лет бойкая торговля разворачивается на площади возле женского Тихвинского монастыря. Этот памятник архитектуры стоит на берегу старого русла реки Большой Цивиль. Существует такая легенда. В 1671 году войско Степана Разина подступило к стенам Цивильска. Взять город штурмом не удалось. И тогда населенный пункт решили взять измором. Когда запасы еды и пороха истощились, жители хотели оставить город и бежать. Однако одной благочестивой жительнице Цивильска было видение. Она услышала голос Царицы Небесной. Было сказано, что город будет спасен. А когда войско уйдет, жителям следует построить монастырь между реками Большой и Малой Цивиль. Чуть позднее, на месте указанном Богородицей, построили церковь и поставили кельи для монахов. Главной реликвией монастыря является чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери. Сейчас в монастыре 17 века продолжаются восстановительные работы. Сегодня в Доме правительства прошло первое заседание рабочей группы, которая займется реализацией федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. Региону предстоит самостоятельно определиться с порядком формирования органов госвласти и местного самоуправления. В состав рабочей группы вошли главы местного самоуправления республики, представители законодательных органов городов и районов Чуваши, министры, депутаты государственного совета, руководители средств массовой информации. Практика показывает, что местное самоуправление, как институт, постоянно нуждается в совершенствовании. Собравшиеся обсудили ключевые пункты необходимых поправок, поговорили и о выборном законодательстве. Например, присутствовавшие на встрече представители политических партий высказали мнение, что глав сельских поселений необходимо выбирать из числа депутатов. А вот в районных городах все же лучше вернуться к прямым выборам и единоначалию, когда один человек замещает должности и главы муниципалитета, и руководителя администрации. Исключение возможно составить столице республики, где должность сити-менеджера необходима по объективным причинам. В Чебоксарах продолжается программа по благоустройству дворов. Для детей в городе делают игровые площадки, а для взрослых – новые парковки. Подрядчиков призвали ускорить темпы и установили крайние сроки. Правда, пока ускорится и мешает дождливая погода. Но все же строители обещают положить асфальт вовремя. Накануне с их работой ознакомились глава Чебоксар Леонид Черкесов и представительная делегация столичных властей. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Отныне жителям этого двора не придется беспокоиться, что их чадо резвятся на видавших виды ржавых турниках и скрипучих качелях. Недавно здесь обустроили новую детскую площадку. А еще в прошлом году неподалеку отсюда установили и уличные тренажеры. Родители такому благоустройству не нарадуются. Но праздника дождались и другие улицы города. В этом году в столице республики современные детские площадки появятся на территории 60 дворов. Где-то устанавливают горки и качели, а где-то новые турники. Эту программу, которую начали, будем обязательно продолжить и в 2015 году, и в 2016 году. Но у нас такие погодные условия, которые требуют постоянного вложения в средства. То, что в городских дворах стало намного комфортнее, отмечают и водители. В Чебоксарах в этом году устанавливают современные детские городки и благоустраивают автомобильные парковки. Столичные власти рапортуют. Во дворах построят 132 площадки для машин. Из бюджета на эти цели выделяют более 40 миллионов рублей. Четыре раза больше в этом году средств выделили на автопарковки. И 1460 мест. Но еще здесь работаем с жителями. Жители тоже идут навстречу и на собственные средства. Скидываются, делают автопарки. Их будет больше. Работы уже начались, причем подрядчикам установили крайний срок. Сдать автомобильные парковки они должны уже до 15 июля. Следить за тем, как строители благоустраивают дворы, городские чиновники намерены постоянно. Но во время этого объезда главе Чебоксар жители задавали и наболевшие вопросы. В подвале одного из домов по улице Гастелло уже не первый год работает круглосуточный бар. Пятейное заведение доставляет большие неудобства. Часто там случаются драки. Пожаловались в администрацию города и жильцы дома по проспекту 9-й пятилетки. Здесь, во дворе, водители самовольно захватили парковку. Когда их машины отсюда уезжают, на свободном месте поднимается блокиратор. Причем опустить его возможно только открыв замок. После жалобы рабочие избавляются от устройства раз и навсегда. Теперь оно будет дожидаться своего хозяина в администрации. Наказание есть. По статье 10 идет наложение административного штрафа на физическое лицо от 500 до 2000 рублей. Но когда мы выявляем, в основном на месте этих людей нет. Штрафы действуют на людей. В администрации говорят, что после демонтажа блокираторы редко возвращаются на одно и то же место. В Чебоксарах только за последние три месяца и только на 12 гостевых парковках было демонтировано 60 метров цепей и 28 автоблокираторов. В городской администрации подчеркивают, что если земля находится в муниципальной собственности, местным жителям запрещено устанавливать вот такие устройства. Проблему с нехваткой мест столичные власти решают и строят новые парковки. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. Кто-то считает ЕГЭ зеркалом, отражающим уровень подготовки выпускников, кто-то войной, объявленной чиновниками, детям и их родителям. Как бы там ни было, этот метод сдачи экзаменов уже прочно вошел в нашу жизнь. Об итогах первой волны государственного экзамена рассказал сегодня министр образования Чувашии на своей пресс-конференции. Единый государственный экзамен. Эти три слова способны ввергнуть в ужас практически каждого выпускника. Обсуждение и осуждение ЕГЭ стали уже своего рода обыденностью. Ежегодно фиксируется масса попыток нечестно получить свои баллы. Списывание, использование современных гаджетов, подмена работ. Разнообразие и изощренность способов обмануть систему с каждым годом увеличивается. Цель была сделать ЕГЭ честным. Ключевая была задача и сделать так, чтобы детки это не почувствовали. Но насколько это удалось судить вам и общественности, родителям, самим детям, выпускникам. Но для нас было принципиально важно, чтобы дети, во-первых, наши выпускники сдавали те же самые предметы, которые обозначали с начала учебного года. И, конечно же, не совсем уютно, когда стоят видеокамеры, не совсем уютно, когда на входе тебя пропускают через металлоискатели. Но это вынужденная мера, потому что, я думаю, надо, прежде всего, обезопасить выпускника от лишних соблазнов. Федеральные инспекторы были привлечены контролировать сдачу государственного экзамена в этом году. Такого пристального внимания наша республика удостоилась из-за доли высокобальников прошлого года. Но даже в этом случае по предварительным итогам сдачи ЕГЭ средние результаты по Чувашии выше результатов по России. Прежде всего, для нас важно, чтобы ЕГЭ не оставался единственным инструментом, решающим судьбу ребенка. То есть, единственным инструментом, определяющим качество подготовки или уровень знаний наших детей. Он должен быть одним из. И в этом плане со следующего года пойдет сочинение, вы знаете. Правда, сочинение будет зачет, не зачет, как допуск к ЕГЭ. Наша основная задача сделать так, чтобы наши выпускники были конкурентоспособными, чтобы они могли получить хорошую профессию и выбранную не просто по, как скажем так, ситуации на рынке, а еще по душе. Самой больной темой государственного экзамена этого года стал ЕГЭ по чувашскому языку. Из заявленных 30 человек ни один не пришел на тестирование. Но его отменять не собираются. Кстати, с 2020 года в обязательном порядке будет введен ЕГЭ по иностранным языкам. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Кто не нашел? Незаменимых не бывает. Вероятно, так в недалеком будущем можно будет сказать и про суставы. Такое направление медицины, как эндопротезирование, в нашей стране быстро развивается. На межрегиональную конференцию в столицу Чувашии съехались травматологи и ортопеды из регионов России и других стран. В современном мире человеку больше не нужно бегать за мамонтом, чтобы добыть еду. Люди вообще стали двигаться меньше. Из-за недостаточной нагрузки на мышцы и сухожилия они деформируются. Суставы начинают работать неправильно и разрушаются. Усугубляют ситуацию каблуки и лишний вес. Но если раньше считалось, что лечить суставы дело бесполезное и нужно просто смириться, то сейчас медики по-иному смотрят на данную проблему. Титан, керамика, оксиниум, сталь – это все похоже на детали каких-либо сложных промышленных механизмов. Но на самом деле это всего лишь альтернатива тому, что находится у нас внутри. Это эндопротезы суставов. Вот это, к примеру, эндопротез коленного сустава. Эндопротез от греческого слова «эндон», что означает «внутри». Специалисты говорят, заменить можно практически любой сустав. Конференция, посвященная эндопротезированию в Чебоксарах, проходит уже в шестой раз. Невозможное можно сделать возможным. Вот данный центр, то, что я сейчас еще раз выставку посмотрел, еще раз пообщался с докторами, профессорами и с теми, кто на самом деле сегодня проводит сложные, сложные, на первый взгляд, и невозможные операции. И человек, который десятилетиями мучился с учетом ввода и эффективной работы трудовых коллективов, работников, прежде всего, медицины, они становятся здоровыми, возвращаются на свои рабочие места. Не первый раз в Чебоксарах и не первый раз участвуем в этой конференции. И видим, как с каждым годом работы центра меняется и отношение пациентов, доверие пациентов увеличивается. Более спокойные, более уверенные в своих силах становятся врачи. И все более и более сложные методики обсуждаются, и все более и более интересные методики внедряются в центре. Первый день конференции решили посвятить вопросам теоретическим, ну а второй – мастер-классом с онлайн-трансляцией из операционных залов. Кроме того, в центре работает выставка, которая для простых обывателей выглядит, честно говоря, жутковато. Так, за одну операцию врач использует более четырех десятков инструментов. Они различной формы, потому что разные конфигурации надо делать с резкостей, иначе это одним невозможно, потому что, допустим, вот это там надо делать сзади, таза. Кстати, гости конференции посоветовали главе республики пригласить чебоксары специалистов из Крыма, чтобы набирались опыта. Что можно сказать о Чувашии? Чувашия, конечно, стоит особняком в этом плане. Почему? Потому что создание, строительство и введение в действие центра эндопротезирования, конечно, это было событие не только важное было для Чувашии, но и для всей России. Это первый центр такой. Что ж, технологии, конечно, развиваются. Наука движется вперед. Но, тем не менее, попасть в ситуацию, когда эти разработки пригодились бы, думаю, никто не хочет. Так что берегите себя и свои суставы. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика. Плохая примета убирать теплые вещи раньше июня. Такая шутка появилась в интернете в прошлом месяце. Июль побаловала вначале теплом, а затем тропическим ливнем. Да таким, что по улицам столицы вполне можно было передвигаться на лодке. В сети размещено видео, где вода закрывает колеса легковой машины. Многие улицы на несколько минут погрузились под воду. Самый популярный комментарий – Чебоксарская Венеция. Мы считаем, что сейчас система ливневой канализации работает удовлетворительно. Несмотря на выпавший дождь, через стандартное время, через полчаса, через 40 минут, улицы уже были сухие. То есть ливневая канализация со своей задачей справляется. Для того, чтобы улицы были сухие в течение буквально пяти минут, для этого нужны диаметры водоотводящих труб неимоверные. Десятки метров. Такого быть невозможно. Максимум, что у нас есть, это полутора и трехметровые трубы от водящих. Обычно это 200-300 миллиметров трубы. Поэтому мы считаем, что сейчас даже в критических точках более полчаса у нас не собиралось. Управление ЖКХ принимает прирост ливневой канализации протяженности. Калинина сразу более километра. Два километра сейчас у нас выполнена новая абсолютная организация по Ивана Яковлева. Ну и по всех реконструируемым участкам обязательно строится новая канализация. За сутки больше всего осадков пришлось на столицу. 15% от нормы. Причем грозы обещают и выходные. В других районах республики выпало в три раза меньше. По данным Чувашского гидрометеоцентра, жаркой погоды в июле не будет. На погоду на нашей территории будет оказывать северный антициклон. То есть осадков практически не будет. Все-таки же будет в основном солнечная погода. Но опять-таки температуры невысокие, так как заток холода будет с севера. И ночью мы ждем где-то 10-15 во все дни. А днем только вот так же 20-25. Вся жара у нас была апрель-май. До 9-го числа дождей не ожидается, а потом, конечно, будут. Практически всегда летом это ливневые грозовые дожди. Татьяна Молокова, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов национального телевидения Чуваши. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова